На первом уроке мы начали знакомство с интерфейсом Tableau и открыли файл с расширением XLSX. Мы находимся на нижней вкладке Data Source. Под панелью инструментов мы видим крупный заголовок таблицы, который можно переименовать. Под названием, которое по умолчанию совпадает с названием вашего Excel-файла, расположены все листы файла. Для начала работы захватим мышкой один из листов и перетащим в центральную рабочую область. Большинство действий в системе будет производиться с помощью drag-and-drop. Лист также можно переименовать. Под рабочим полем появился перечень всех измерений одного листа. Измерения – это поля таблицы, объединенные общей тематикой и имеющие набор элементов. Строк таблицы. В данном примере измерения – это месяц, который содержит в себе 12 элементов с января по декабрь. При наведении курсора на название измерения справа появляется стрелочка, раскрывающая список доступных функций измерения. Можно переименовать, скрыть, добавить алиасы, пользовательские названия элементов данных, разделить на несколько колонок и просмотреть описание. Под названиями измерений с синими иконками показано, к какому типу данных они относятся. Кликнем левой кнопкой мыши на иконку и просмотрим список существующих типов данных. Элементы измерения Month относятся к текстовому типу данных Stream. Над полем видим два возможных варианта подключения к данным – Live и Extract. Live обновляет данные при каждом изменении, Extract выгружает все данные по запросу, подходит при медленном подключении к сети интернет. Итак, мы разобрали состав вкладки Data Source и теперь перейдем на вкладку Shit 1. Это ваша основная рабочая область со всеми средствами аналитики. Вверху на панели инструментов под строкой меню появилось множество опций для работы с данными. На вкладке Data слева расположены все измерения Dimensions и меры Measures для нашего куба. В соседней вкладке Analytics мы можем добавить доступные функции анализа данных. Незакрепленное окошко справа Show Me позволяет визуализировать данные и выбрать нужный вам график. А в центральном поле будет располагаться ваша табличка, состоящая из столбцов Columns, Stroke, Rows, страниц и фильтров. Давайте создадим первую таблицу. Перейдем на вкладку Data и перетащим мышкой City в строки, а Month в столбцы. Появилась табличка, но для отображения данных в ячейках на пересечении строк и столбцов необходимо поместить меры прямо в эту область. И тогда появятся реальные данные. В окошке справа стали активными графики, и вы можете выбрать любую визуализацию. Ваш первый отчет готов!